Здравствуйте! Не буду делать длинное вступление, сейчас вы все увидите и инвалида, и его пожелания в адрес Владимира Зеленского. Надо сказать, решительный инвалид попался. И я просто напоминаю, что на моем истерическом канале вышло новое видео. Ссылочка вот здесь вот в описании. Досмотрите «Инвалиды», переходите, смотрите. Ну и подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, кстати, напишите, что вы думаете по поводу... Сейчас вы все увидите и поймете, по какому поводу. Здравствуйте! Леш, я так понимаю, что и на тебе Владимир Александрович Зеленский решил доказать, что он является верным продолжателем дела Петра Алексеевича. Если Петр Алексеевич пойти и возбудил дело постигления на конституционный строй, то Владимир Александрович возбудил по тебе дело сразу по двум статьям. Помощь террористической организации и незаконное пересечение линии разграничения вот это на Донбасс, в зону ООС. Я правильно понимаю, это уже свеженькое дело по тебе? Ну да, это свеженькое. Три уголовных дела уже склепали, теперь два остальных. Я так понимаю, что меня ведут на заочку, чтобы заочно осудить безрукого, безногого. Продемонстрируй, если это не будет, как бы вот в центр покажи, чтобы в кадр попало, просто чтобы люди, ну, некоторые люди не понимают, кто такой Алексей Журавка, а вот этот человек без двух ног и без одной руки. Причем я так понимаю, что это у тебя... Вот руки нету у меня, вот, будем говорить, ноги нету у меня, видно или не видно. Мне не попадает. Я наклею сюда фотографии тоже из интернета, где тебя лучше видно. Вот, и вот этот человек как бы террористом является. По мнению СБУ, я ту повестку... Сибирь Словского. Да, там подписал целый подполковник СБУ, да, то есть это не зеленый лейтенант. И у меня, кстати, сразу вопрос по поводу этой повестки, там как минимум в двух местах ошибки есть, то есть не указано в качестве кого тебя приглашают, и не указано, какие действия с тобой собираются делать. То ли допрос, то ли очень наставка, то ли обыск, зачем они тебя зовут, тоже непонятно. То есть то, что тебе прислали, в принципе, за повесткой не является. Но, давай вот разберемся с фабулой твоих уголовных дел. То есть первое уголовное дело было возбуждено еще в далеком 2015 или 2016 году? В 2014 году. Нет, в 2015. Там же факты... То есть смотри, если бы я читал твою пидозру, там есть указание на то, что ты призываешь к повалуне консину Ладу. А это в 2015 году. Это правда. Да, и даже цитируется эта бумажка, ой, в смысле, твое воззвание, которое ты публиковал в Фейсбуке. То есть ты призываешь херсонцев противодействовать за... Как там назвал ты? Сейчас найду. Так. Значит, поднимайтесь. Надо снести эту... А, нет, вот. Почему вы молчите? Так, давай прочитаю. Друзья херсонцы, бизнесмены, вы посмотрите, какой беспредел сегодня устроили в Херсонской области на границе эти маргиналы и дебилы. Больше я их никак не назову. Ага, вот, ты их дебилами назвал. А давай напомним, речь идет о чем? О том, что как раз перекрыли дороги и устроили продуктовую авокаду Крыма. Да, да. И херсонские сельхозпроизводители остались с носом, потому что они работали в основном на крымский рынок. Тут вот как раз урожай сняли, а продать его некуда. А продать его не смогли. А перекрыли это вот маргиналы и дебилы. Можем даже их поименно назвать. Ну, по крайней мере, вождей этих маргиналов и дебилов. Это Лямур и Слямов, это Рифат Чубанов. Да, да. Я назвал своими именами. В комментариях люди смогут написать, как они согласны с такой оценкой Лямура и Слямова или Рифата Чубарова. В общем, это у тебя как бы присутствует в этом. И вот тебя обвинили в том, что ты призываешь к повалу недержавного ладу. А что ты конкретно просил? Значит, поднимайтесь. Надо смести эту хунту, которая сегодня только приносит войну, кровь и беду в наши дома. Мало того, отнимает у нас последние заработки, отнимает у нас нормальную жизнь подружески с Россией. Восстановите, я прошу вас. А восстаньте, я прошу вас. Я знаю, что херсон молчать не будет. Я знаю, что херсонские жители поднимутся против этого беспредела. И всю эту хунту мы должны снести. То есть, по контексту того, что я вижу, ты призывал снести этих негодяев и подонков, которые блокировали дороги. Это, кстати, уголовное преступление по Украинскому уголовному кодексу. То есть, блокировать дороги можно получить три года тюрьмы. Но милиция, тогда еще полиции не было или уже была. Я не помню, когда они там реформу свою замострячили. Полиция уже была. Уже полиция. Ну вот, все уже. Пластиковые мальчики, даже селфи с ними не делали. Ничего не сносили. В итоге ты обратился к людям, что давайте наведем закон. Порядок, раз власть не реагирует. И вот получил статью по запосяганию на конституционный строй. Это было при Порошенко. А теперь свеженькое дело при Зеленском. То есть, ты, получается, способствовал террористам. И тоже я подсчитал, тут очень занимательная пидозра. То есть, получается, ты в неустановленный способ, в неустановленном месте, скуев, неустановленный злочин, за что тебя нужно посадить в тюрьму. Ну, если вкратце так выглядит. Ну, а вообще там, конечно, у них забавно, когда они пишут в Донецке в неустановленном месте, а потом называют адрес улица Молодежная. То есть, тоже замечательно. Расскажи, что в Донецке по улице Молодежной находится? Да что находится по улице Молодежной? Я приехал к своим друзьям, я заехал в детский дом, я заехал в интернаты. Я своими глазами увидел, кто на самом деле обстреливал Донбасс и выпустил ролик. Я не скрывал этого. Нет, ну там немножко другая, Фабула. Давай как бы тогда вернемся к нашей службе безопасности. У нас же справжние патриоты, которые работали... Да, она может писать все, что хочет. Да, так они пишут о том, что ты, значит, на этой улице Молодежной находится какое-то место, где содержатся украинские военнопленные, герои, которые потрапывают до полома, и гражданские лица, которые, ну, которые, в общем, тоже не угодны ДНР. И там ты, значит, осуществлял на них психологическое давление, используя их подавленное состояние, заставил их дать тебе интервью на телефон. То есть, подонок ты, конечно... Я, кстати, тоже снимаю на телефон, получается, я тоже подонок. Я сейчас с тобой тоже снимаюсь на телефон. Я тоже подонок, получается. И вот ты вот это вот все творил, весь этот беспредел. Потом ты заставил их сказать о том, что в Украине правит хунта, я так понял. Ну, в общем, и заставил их сказать о том, что ДНР легитимная организация, а не террористическая организация, как наставит СБУ. Ну, давай будем говорить, придумать все, что они... Все, что хотят, то и может. Они же красиво рассказали в 2015 или 2016 году, как я издевался над воинами света. Все это помнят прекрасно. Кстати, это уже нормально теперь. Теперь уже можно издеваться, тут уже никаких претензий не предъявляют. Да. Ну вот, так вот, самое основное, что эти ролики есть доступные всем. И никого я не заставлял, и никого я не насиловал. И люди действительно говорили, что за ними уход прекрасный, постель красивая, питание хорошее и так далее. Поэтому я не знаю, откуда они это все выдумали. Это все есть в Ютубе, я снимал ролики. Я просто правды хочу. А что касается непосредственно государства, я свое государство люблю. Я хочу, чтобы Украина была единственной. Стоп, 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 стоп. Ты любишь государство или ты любишь страну и ее народ? Ну, мое государство – это страна и мой народ. Но не эти подонки, которые сегодня управляют в лице Порошенко и Зеленского. А ты их не разделяешь? Ну, как бы в данный момент, что Зеленский есть уже военный преступник, что Порошенко военный преступник, что Яценюк военный преступник, что Турчина военный преступник. А я-то оружие даже не держал. Я просто расспрашивал у людей, правда ли здесь, что вас бьют в Донбассе? Правда ли, что над вами издеваются? А оказалось не так. Так за то, что я правду говорил, меня сегодня обвиняют в каком-то терроризме. Не в каком-то, а в самом настоящем терроризме 258 статья «Содействие террористической организации». Причем, знаешь, по поводу террористической организации, то есть я в свое время, когда Дима Василец сидел, общался с его адвокатом, и она мне показывала вот такенную пачку бумаг. Значит, они делали запросы во все правоохранительные органы Украины, включая там Комитет Верховной Рады, СБУ, понятное дело, прокуратура. И не просто там в центральные органы, а еще и по всем областям. В прокуратуры, в суды апелляционные, в управление СБУ, в управление полиции и так далее. И, в общем, вот в этой патче нет ни одного, ну это все ответы, вот все ответы, и ни одного ответа, в котором бы написали, что вот да, нами признана ДНР, ЛНР, террористическая организация. ДНР, потому что Васильца там по ДНР объявляли, обвиняли Васильца и Тимонина. Вот, а получается у тебя тоже событие 25 мая 16-го года. Какая же дата говорящая? 25 мая как раз годовщина избрания, вторая годовщина избрания Порошенко на пост типа президента. И я как раз думаю, может ты там что-то против Порошенко сказал нехорошее, читаю дальше, а нет, ты просто с людьми поговорил. Просто они тебе не то сказали, но говорят, что ты просто их заставил говорить вот так вот. Ну да, чем? Своей вот этой культышкой или ногой, вот чем я мог их заставить? Вот я вообще поражаюсь. Используя подавленное психологическое состояние. Да, вот я поражаюсь сегодня Херсонскому СБУ, подполковнику целому, который занялся этим делом. А он вообще меня видел? Я когда-то написал открытое письмо и оставил свой мобильный телефон и скайп, и попросил, выйдите на меня, пожалуйста, я дам объяснение. Ну, эти же объяснения никто от меня не требовал, понимаешь? А вот они вот такие липовые дела и создают на сегодняшний момент. А потом задают вопрос, а почему украинцы покидают страну? Да, теперь понятно, вы самые настоящие фашисты. Вы убиваете собственный народ. Да, представь себе, вот меня на тачке с бомбами или перевозящие на коляске автоматы или еще что-то. Представляешь меня? Вот ты представь. Ну, шахид, шахид, шахид. Да, вот на тачке. На тачку, кстати, больше поместится, чем если по карманам распихать или на поезд. Короче, я бы так бы сказал, что без руки, без ноги виноват в том, что Украина сегодня развалится. Ну, Украина сама-то не разваливается, ее же кто-то ведет к развалу. Вот развал, это я как живой пример. Вместо того, чтобы я себе работал в Херсонской области, вместо того, чтобы я получал бы пенсию свою законную, да, которую, кстати, лишили меня, меняющий террористам, как инвалидам объявить. Так кто ж там будет жить? Где справедливость? Вот ты назвал Зеленского военным преступником, да? Вроде как еще не принято в Украине его так называть. Не, некоторые называют, но давай обоснуешь. Вот обоснуй, чтобы было всем понятно, почему Зеленский преступник. Александр, для меня Зеленский есть военный преступник. Он, когда избирался, он сказал, что он принесет мир. А люди рибнут. И он продолжает сегодня стаскивать со своей верхушкой войска, технику. Продолжает стрелять. Кто может остановить войну? Главное командующий. Он же командующий войсками. Но он этого не прекращает и команду не дает. Минские соглашения тоже не выполняют. Он же ведь президент. Он должен их исполнять. Он подпись поставил. Значит, кто он является? Для меня. Это первое только объяснение. Он для меня является кровавый клон и военный преступник. Он продолжает в своих целях использовать ВСУ против своего же украинского народа. Как и Порошенко, военный преступник. Вот и все. Я только этим аргументирую. Но и для меня он еще является преступником и обманщиком. Вот я перед ним. Без руки, без ноги. Он когда-то рассказывал, что все украинцы беженцы вернутся в Украину. А он, получается, выполняет то же самое, преступные действия выполняет, потыкая СБУ, возбуждая на меня уголовные дела. Это как я один. Вот и все. Поэтому во всех форматах он для меня военный преступник. И он будет нести ответственность. Как и Порошенко за эти преступления. А я считаю в данный момент, он проводит полный геноцид в своей стране. И все. Леша, когда-то ты летал очень высоко. Общался с президентами. Да, с Кучмой, с Януковичем. Общался с Порошенко. Правда, он тогда еще не был президентом. С Зеленками, я не знаю, общался ты или не общался. Но вот представь, что ты... Один раз общался. Чтобы ты с ним вот встретил. Но он, наверное, на полусогнутых перед тобой был. Тогда же как бы он был в низшем положении. Хоть ты и ниже ростом. Всего отсутствия новых. Так вот. Вот просто сейчас бы ты встретился с президентом Зеленским. Ну, вдруг. Что бы ты сделал? Что бы ты сказал? Чтобы его убедить, в конце концов. Наставить на путь истины. Вдруг он дурак не понимает. Ты понимаешь, сейчас это бесполезно, что-то ему доказывать. Но я как бы человек не за себя, а за Донбасс, за Украину. Я бы ему вот этой последней бепрукой морду набил. Это честно тебе скажу. Но так как я культурный человек, я попытался ему объяснить, за что он садится в тюрьму. И за что он должен сидеть. Вот и все. Потому что он сегодня развивает нацизм в Украине. Он сегодня фактически своим потыканием скачет на могилах наших предков. Он сегодня позволяет топтаться по истории. Вот как человек бы я попытался ему объяснить. Ну, я смотрю, ты к нему еще, знаешь, по-доброму относишься. Потому что как-то общались по поводу Порошенко, ты обещал ему тачкой засадить. А Зеленскому просто кулак. Да, я этого не скрываю. Для меня люди, которые обманывают свой народ, это уже не люди.